Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Антон Степанов. Сегодня у нас еще одно полезное видео, где мы расскажем, как вам торговать, поделимся связкой. И самое главное, многие ребята в телеграм-канале мне пишут, вот Антон, у вас там капитал 5 миллионов рублей. Понятно, что вы так хорошо зарабатываете, потому что много денег. Что делать, если мы новички, у нас всего лишь 300 тысяч рублей, мы не в Москве. Какую статегию ты порекомендуешь, как торговать, как реализовывать, какая там доходность, сколько живут карты и вообще все, что связано с этим. Поэтому сегодня как раз таки у нас видео будет, в котором будут ответы на все ваши вопросы. Вы узнаете и сколько можно зарабатывать с 300 тысяч, и плюс мы сделаем круг в прямом эфире. И помимо этого мы специально в рамках этого видео будем кручить 300 тысяч по одной стратегии, по одной связке 24 часа. Для того, чтобы каждый мог увидеть вообще, во-первых, сколько ликвидности есть, во-вторых, сколько можно заработать с этого объема, скажем так. Ну и в-третьих, вы примерно прийдете вообще 300 тысяч рублей, вот сколько с этого капитала можно заработать. Если вам вообще интересна ниша P2P обмена, Arbitrary Active 3, и вы хотите еще больше ее изучить, и еще больше, скажем так, подраскрыть для себя занавес, узнать, как работать с картами, как обходить в блокировки, как выводить бабки при блоках, то я рекомендую вам прописаться в Telegram-канал. Во-первых, потому что, как я уже сказал, там очень много ценной и полезной инфы, во-вторых, сейчас проходит реалити, где мы делаем там за 2 миллиона рублей офис под ключ одному из моих учеников, устраиваем туда сотрудников, покупаем карты, торгуем, в общем, делаем все для того, чтобы человек окупил наше взаимодействие и заработал сверху. И уже столкнулись там с достаточным количеством проблем. Первое, у нас завис миллион рублей, и дроп не выходит на связь. И второй момент, у нас уже уволился один из сотрудников, говорит, что ему не нравится бегать в сети, он привык к сидячей рабочей. И, в общем, если вам тоже интересно узнать, там, как у нас разрешилась ситуация с сотрудником, то все также максимально подробно расписали в Telegram-канале. Если вы планируете работать, то самый безопасный способ в работе по картам-дропам, это работа с доверенностями. И очень многие речки там не до конца понимают, есть доверенность брать, какая она должна быть. Так вот, в Telegram мы буквально недавно слили свою доверенность, поэтому если вам интересно посмотреть на нее и есть желание внедрить ее к себе в работу, то все бесплатно, в Telegram-канале уже есть. Как я уже сегодня говорил, сегодня будем крутить 300 тысяч 24 часа. Что нам для этого понадобится, сколько карт и какую связку будем крутить, сейчас расскажу. Ну, пока что для начала мы взяли, там, два Сбербанка, на каждой гости подключена биометрия, то есть, естественно, лимит на каждой карте по переводам 2 миллиона рублей. Работать мы сегодня будем по стратегии, чисто по безналу, то есть по этой стратегии могут работать люди как с Москвы, так и из региона, хоть с Нью-Йорка. Самое главное, чтобы у вас был доступ к личному кабинету Сбербанка. Будем работать внутри биржи Bybit, будем покупать и продавать ее из ДТ, как мейкер, соответственно, просто со Сбера на Сбер. Програти бы звучит просто, наверное, может вам показаться, что там мало денег, но сейчас очень прекрасный рынок, прекрасные возможности, довольно-таки большой спред, если сравнивать даже с тем же самым, с той же самой ситуацией летом, поэтому давайте будем смотреть и наблюдать. Плюс, многие ребята там интересуются вообще тяжело ли там крутить, сложно ли это, поэтому сегодня я решил, что буду крутить, скажем так, лежа на диване. Вот так вот с кайфом, бац, потихонечку начнем. Первое, вообще, что нам нужно сделать, это проанализировать наш стакан, для того, чтобы понять, во-первых, какой сейчас спред, по какой сумме нужно закупаться, по какой сумме распродаваться. Это нужно делать обязательно, поэтому переходим на Bybit и давайте смотреть. Мы заходим в раздел покупку и в раздел продажу, выбираем платежное средство и выбираем лимиты. В нашем случае Сбербанк и лимиты выставим от 10 тысяч рублей. Ну вот здесь я бы, наверное, закупился по 90-22, распродался бы где-то, ну где-то, в принципе, по 90-58-59 может поставить, потому что у верхних всех ребят стоят какие-то определенные условия и не каждый человек сможет к ним войти в сделку, а мы на этом краски сыграем и там заработаем чуть побольше. Удалим старое объявление и будем создавать уже объявление на запад. Для того, чтобы у вас была возможность включать объявление на Bybit, вам нужно сделать там 5 сделок тейкерам с тремя разными контрагентами и иметь 100 долларов на споте. Давайте пополним наш Bybit на 100 долларов, для того, чтобы у нас появилась возможность в любом этих объявлении. Вот я перевел, крин, приложил где-то здесь. У нас на балансе в 103 ЕСДТ едем создавать объявление. Распродавался бы где-то по 90-48, а закупался бы где-то по 90-25. То есть делим эту сумму друг на друга и умножаем на 100 и вычитаем 100. И получается у нас где-то 0,25%. С 300 тысяч рублей 0,25% это 750 рублей за один. В принципе, я думаю, за сутки 10 таких кругов точно получится сделать. То есть, соответственно, где-то там 7,5 тысяч рублей заработать. Ну и то, 0,25% при текущих реалиях, когда такой минимальный, скажем так, спред, можно там спокойно прибавить 0,3-0,4% и даже иногда 0,5%. Вот. Ну давайте поехали с вами, там уже в дальнейшем все будет видно. Так, ну что, спред устраивали. Приходим в публиковать объявление. Моя объявление. Нажимаем опубликовать. Покупка. Давайте пока мы оставим минуты 22. На всякий случай сейчас потом еще проанализируем, посмотрю, что нам. Далее, для того, чтобы нам узнать, какую сумму мы в USDT будем закупать, мы просто делим сумму 300 тысяч на 90-25. Получаем 3 324 USDT. Минимальная сумма транзакции 10 тысяч у нас. Максимальная ставим просто максимум. Добавляем нашу карту Сбербанка. И пишем комментарий. Работаю с картой родственника. Отпускаю быстро. То есть тут у нас, когда мы закупаемся, поскольку деньги переводим мы, никаких треуголов там особо быть не может. Вводим в нотификатор. Все, блин. Объявление опубликовано. Давайте посмотрим, появились ли мы в стакане. Да. Вот видите, 90-22 стоит. Ну все. В принципе, зайду пока что на ютубчик. Смотрю что-нибудь. Параллельно этому мы будем поглядывать стакан. Для того, чтобы 100% быть в актуальном месте и не упускать никакие заявки. Потому что, ребят, сейчас в обмене зарабатывает больше тот, кто работает на объем. А не тот, кто пытается играть в рыбалку. Поэтому не играйте в рыбалку, работайте на объем. И, соответственно, просто вставайте на первые места. Но тут тоже важно уметь правильно анализировать стакан. Потому что сейчас мы, вроде бы, стоим на третьем месте. Но на самом-то деле для нас это самый лучший вариант. Прошло ни много, ни мало. Буквально пару минут. Нам уже прилетел ордер на 15 тысяч рублей. Сейчас я вот эту перешлю в Телеграме. И переведу пока за сбер. Так, все, перевели 15 тысяч рублей. Далее ждем, пока нам человек отпустит ордер. Так, вот еще один пришел в ордер быстро на 20 тысяч рублей. Буквально там за пару минут налетел ордеров. Давайте будем ему переводить. И еще один ордер сразу же пришел на 14 тысяч. Поэтому давайте сейчас их отпускаем. Переводим и ждем дальше. Все перевели на 15-ку. 15-ку, 20-ку и 14 тысяч перевели. Теперь вот один человек попросил чек. Вот мы уже и закупились за 300 тысяч. То есть, на самом деле, довольно-таки быстро мы закупились. У нас, по ощущениям, ушло где-то там минут 15-20 на всю эту историю. Теперь, что нам нужно сделать? Теперь смотрим, по какой цене мы можем распродаться. И выставляем объявления. И начинаем это все распродавать. Потому что медлить нельзя. Нужно работать на объемке, я уже сказал. Чтобы быстрее начать следующий. Смотрим, давайте, стакан опять. Посмотрим, по какой цене мы можем продаться. О, на самом деле, как-то чуть ситуация даже в нашу сторону. Поэтому я бы поставил сейчас курс 90-67. Давайте так и сделаем. У нас 3000 там с чем-то USDT. 3300. Поставим 15 минут на ордер. 3317. Опять же, лимиты от 10 тысяч до максимальных. И здесь мы уже пишем немножко другое описание. Здесь мы пишем описание такое, что нам, что важно, чтобы нам не прилетел треугольник. Поэтому нужно сразу обозначить людям, что если мы будем их в чем-то подожревать, что они нам скинут фотокарты на фоне сделки. Потому что, как раз таки, этот мув обезопасивают нас от треугольника. И, как минимум, упопнем с камерами, если они увидят описание нашей сделки. А поверьте, мошенники читают описание сделок. Плюс, если там ребята работают с карт третьих лиц, чтобы не было двойных заявок. Я всегда, если при отправке с третьих лиц, я перед оплатой прошу фил человека. И после оплаты я прошу чек. И если я там все сверяю, все сходит в сбере, в чеке и в том, что он написал до перевода, то я просто беру и отпускаю человека. Ну что, давайте публикуем ордер, вставляем на нотификатор. Ну, и, соответственно, нам осталось просто ждать, пока наши юзды будут распродаваться, и просто сверять в сбере. Самое главное, сверяйте фил. Я рекомендую всем подключить смс-информирование, потому что иногда в личном кабинете сбера в истории не будут обожаться фил человека, будет просто написано в корящий перевод. Там внутренний перевод сбербанка, по-моему, так они пишут. Поэтому, чтобы 100% убедиться в том, что именно тот человек вам отправил, рекомендую подключить смс-ки и сверять еще все смс-информирование. Так, давайте чуть курс изменим даже на 90-57, потому что там у новых людей вот набежало стакан. Так, вот мы появились 90-57, 3017 USDT, ждем. За 2 минуты прилетело 2 ордера на 15 тысяч и на 10 тысяч. Поэтому давайте ждать, пока нам перейдут ребята, и будем потихонечку распродаваться дальше. Первые 14 тысяч, давайте проверим, нам пришли, да, сверяем фил, все, и отпускаем. Еще один ордер прилетел на 10 тысяч, он примерно раз там в 1-2 минуты приходит ордер, поэтому, в принципе, я думаю, что весь круг, то, что мы закупили, все распродавили, займет у нас там минут 30-40, не больше. И в конце начинаем, сколько заработали. Пока мы ждем, пока нам там приходят ордера, оплачивают люди, хочу вам сказать еще парочку важных моментов. Во-первых, к нам сейчас вот-вот придет новый работник, как раз-таки подснимем процесс в моменте его обучения, потому что всех сотрудников мы обучаем лично. Да, вы будете верены на 100% в том, что они не будут делать ерунду и на первый же день там не въедут наш капитал. Вот, поэтому подснимем, как раз-таки сегодня он будет первый день торговать. До этого я ему скинул теорию, он ее изучил. Сегодня будем перехать в практике и завтра уже будем внедрять его и в бой. Поэтому подснимем вам чуть позже и ставим в ролик. Друзья, еще хочу торжественно объявить, что у нас 28 ноября начинается марафон, который будет идти 3 дня. На этом марафоне мы расскажем очень много внутренней информации, которую даже я еще ни разу не говорил в своем канале. Хотя я на самом деле говорю там вообще все как есть и очень многие моменты подраскрываю, скажем так. Первое, что мы обсудим, это как работать по картам разных банков. То есть обсудим, как работать по Сберу, сколько они живут, как из них пытаться идти, какие бывают блоки, как с этими блоками работать, как работать с дропами, с доверками, вся эта история. Плюс дадим вам стратегию работы по Тинькому и Райпайзенбанку. Плюс, помимо этого, мы обсудим, как работать с разными капиталами. Потому что у всех вводные данные разные. Кто-то торгует там со 100 тысяч рублей, кто-то с 300, кто-то с 500, кто-то с миллиону. А у кого-то вообще денег, скажем так, хоть жопу и жуй. Поэтому для всех, для вас я дам какие-то конкретные решения, благодаря которым вы сможете вынажать с каждым месяцем свой капитал. Сейчас в рынке обмена очень прекрасные возможности. Сейчас повышенные спреды, очень много ликвидности. Сейчас вообще там 100 тысяч рублей в день можешь заработать там практически каждый ленивый. Поэтому, если вы хотите зарабатывать на обмене, вам интересно узнать, не хотите там платить кому-то за что-то, то рекомендую прийти на марафон, потому что там, говорю, очень много будет знаний, ценных, полезных. И на выходе самое главное, что после просмотра данного марафона абсолютно каждый из вас сможет пойти, внедрить все это в работу и начать зарабатывать. Не жалейте свое время, придите, посмотрите. Реально рассказываю очень много чего интересного. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, вы знаете, как довольно-таки часто я провожу прямые эфиры, сколько положительного фидбэка я получаю. И в этот марафон мы реально постарались. И если это не предновогодний подарок, то я не знаю что. Потому что сил, энергии вложено туда очень много. Поэтому до встречи 28 числа. Вся инфа будет в телеграм-канале. Ну что, мы полностью распродались. Основную массу ЮТТ мы продавали по 90,49, 90,57 здесь есть ордера. А закупались по 90,22. Довольно-таки быстро у нас получилось это все сделать. Давай сейчас скажу конкретное время, во сколько мы начали, во сколько закончили. И тут где-то слева и справа приложу как раз-таки там вот запись с байбета, со всеми ордерами. Начали мы в 17.00 ровно, а закончили в 17.35. То есть, соответственно, у нас понадобилось 35 минут времени, чтобы реализовать бонус 300 тысяч. И давайте посчитаем, сколько мы с них заработали. Получилось заработать даже больше, чем мы планировали. А планировали из одного круга заработать где-то 750 рублей. Получилось заработать 1140 рублей. Но, ребята, 1140 рублей в день нам этого мало. Поэтому мы будем продолжать дальше крутить. Не будем вас, скажем так, душить стекомотиной. И поэтому уже выйду к вам позже со всеми результатами. Все скрены, как обычно, все приложим, все покажем и расскажем. Дорогие друзья, ну что, самое время подводить итоги. Поэтому давайте посмотрим, сколько же получилось реализовать капитала за эти сутки. Сколько получилось заработать. Поэтому давайте не будем медлить. Давайте сразу же откроем табличку, чтобы посмотреть, сколько получилось заработать. Смотрите, как я уже вам говорил с самого начала, у нас было две карты. На каждой карте лимит был 2 миллиона рублей на переводы. То есть, при стандартном сбере, при подключенной биометрии у вас получается 1 миллион рублей лимита был первоначально. И 1 миллион рублей лимита прибавляется при биометрии данных подключенной. Вот, у нас на обоих картах была подключена биометрия, поэтому мы смогли из этих двух карт за сутки реализовать 4 миллиона рублей. То есть у нас вышло с вами 13 кругов, где общий оборот составил 3 миллиона 912 тысяч рублей, а чистая прибыль на секундочку 13 с половиной тысяч. Если в процентном соотношении, то это 4 с половиной процента прироста к капиталу. На самом-то деле это очень даже неплохо, то есть если работать каждые сутки, грубо говоря, то есть 30 суток в месяц, то математика складывается таким образом, что в принципе 100-150% вполне реально сделается. То есть это 300 тысяч сверху, которые станут тысячами капитала. Какая еще ниша может дать позволить так сделать? Нужно просто всегда быть в рынке. Когда вы всегда в рынке, вы вне зависимости от того, какой спред сегодня работаете, вы так или иначе будете заставать такие моменты, когда сверх прибыль, и будете зарабатывать больше, и будете от этого только рады. Потому что если вы рассчитываете, что вы зайдете в какой-то там рост, что вы зайдете на каком-то хайпе новом, то такое вряд ли будет. Поэтому, ребята, не медлите, если вы присматриваете к этой нишу, то начните делать свои первые шаги. В среднем у нас был процент за круг от 0.2 до 0.4, примерно. 0.44 был самый большой. Также, если, например, сравнивать даже ту же самую работу внутри Bybit, то еще летом, я тоже снимал похожее видео, и летом спред по той же самой стратегии был 0.1-0.2. То есть сейчас доходность за те же самые действия просто в два раза больше. Ребят, я неотократно говорил, что работайте со сложным процентом, реинвестируйте капитал. В данном ролике мы работали просто с капиталом 300 тысяч рублей, чтобы показать вам, как оно есть на самом деле. Плюс мы выделили всего лишь две карты, потому что у нас идет параллельно этому основная работа, и нам было неудобно вытаскивать еще какое-то количество карт. Но, в принципе, если бы у вас была там, грубо говоря, еще одна карта, то вы могли бы работать с сложным процентом, и, возможно, где-то бы распродавались чуть быстрее, и на дистанции там заработали бы больше. А вот за эти сутки были ли какие-то трудности, были ли красные блоки, были ли какие-то геморы? Смотрите, за эти сутки все прошло очень удачно, были только звонки от Афины, потому что работа с небольшим капиталом, мы все время покупались, распродавались, и то есть у нас за эти сутки никаких проблем не было. Но при переводах спокойно могут быть красные блоки также, но красный блок подразумевает только то, что вам просто нужно грамотно созвониться с менеджером банка, грамотно представиться от имени дропа, ответить на все вопросы, и тогда все будет четко, банк вам не нужно будет идти, и все разблокирует, и вы сможете продолжить просто работать. Сколько же живут карт, если крутить 300 тысяч вот таким образом каждый день? Ну, смотрите, по нашим подсчетам, сейчас Сберы при такой работе будут жить примерно 7-10 дней. То есть, в принципе, за 10 дней работы, зарабатывая по 7-10 тысяч рублей, вы, грубо говоря, заработаете, скажем так, достаточно хорошо. То есть 100 тысяч рублей с одной карты Сбербанка при таком капитале реально заработать. Да, мы вытаскиваем с карт побольше, но вытаскиваем чисто потому, что мы с одной карты в сутки реализовываем 20 миллионов рублей, если работаем с наличкой. И поэтому, как бы, нам одна карта может принести там спокойные 500 тысяч рублей прибыли. Но, поскольку вы новички, у вас там небольшой капитал, то вам нужно ориентироваться примерно на такие цифры, чтобы не было каких-то завышенных ожиданий, что вы там будете этот Сбер с 300 тысяч целый месяц каждый день душить и ничего не будет. Нет, сейчас реалии таковы, что срок жизни карт уменьшился, и их нужно, скажем так, реализовывать и вытаскивать с них по максимуму за максимально короткий промежуток времени. Если вы работаете по безналу, то я рекомендую вам обязательно-обязательно заниматься прокачкой аккаунтов. То есть, добивайте себе мерчанта на Байбите, просите от людей хорошие отзывы, потому что это очень сильно влияет на последующую вашу торговлю. Так легче найти и постоянных клиентов, и люди будут более лояльны к вам, и поддержка будет чаще вставать на вашу сторону при каких-то спорных ситуациях. А если вам интересно, как конкретно работать с картами, если вам интересно узнать другие стратегии, узнать, как работать с Синьковыми, Сбербанками, Райфайзенбанками, как набивать постоянников, как зайти в нишу процессинга, какие там токены, не токены, как их покупать, за счет чего строится прибыль. Если вам интересен арбитраж без карт, то напоминаю, что буквально скоро начнется марафон, в котором мы в течение трех дней будем вам вываривать просто тонны-тонны жирной информации. Всех жду в телеграм-канале, вся информация по поводу старта марафона будет именно там. Вот так вот у нас получилось всего лишь 300 тысяч рублей, заработать практически 13,5 тысяч рублей за сутки. Я думаю, это довольно-таки классный результат. Если так работать каждый день, то в разрезе месяца выходят даже очень-очень неплохие цифры, которые не может дать ни одна другая ниша. Внедряйте все это, пробуйте, действуйте и не бойтесь.